Друзья, всем привет. Меня попросили прокомментировать ситуацию в Мексике, которая сейчас сложилась 16 июля 2019 года. Я сделал видеоподборку и в конце видео расскажу вам о своих идеях, мыслях. Американский союз гражданских свобод против администрации Трампа. Очередной иск против эмиграционной инициативы Трампа. На этот раз ряд американских и международных организаций, защищающие права иммигрантов, утверждают, что новое правило по получению убежища в США нарушает американские законы и не соответствует международным нормам. Дело в том, что начиная со вторника, просители убежищем не могут получить защиту в США, если они сначала не обратились за ней в одно из стран, через которые направлялись к границе США с Мексикой. Эта мера полностью игнорирует те факторы, которые подталкивают людей бежать из своих домов и искать убежища в США. Это попытка лишить людей какой-либо возможности получить гуманитарную помощь и защиту в США. Безопасная третья страна – не новое понятие в международной правовой сфере. Так, например, в 2016 году во время кризиса беженцев в Европе в рамках договора между Европейским союзом и Турцией последняя была признана той самой безопасной третьей страной. Это дало возможность европейским властям отправить обратно в Турцию несколько тысяч сирийцев, ищущих убежища в Европе. Тогда правозащитники задавались вопросом – можно ли считать Турцию безопасной страной? Сегодня этот же вопрос задают относительно Мексики и Гватемалы. Именно через эти страны проходят просители убежища из латиноамериканских стран, таких как Гондурас и Сальвадор. На сегодняшний день нет никаких официальных соглашений между США и Мексикой и между США и Гватемалой, которые бы дали этим двум странам статус безопасной третьей страны. Стороны пытались в прошлом заключить подобное соглашение, но этого не случилось, так как и Гватемала, и Мексика – далеко не безопасные страны, и вряд ли будут таковыми в ближайшем будущем. «Проблема также заключается в том, что ни Гватемалы, ни Мексика не готовы справиться с сложившейся ситуацией. Это очень слабые страны для предоставления гуманитарной помощи. Единственная страна, где латиноамериканцы могут получить настоящую защиту – это США». Правозащитные организации, подавшие в суд, называют новое правило «экстремальная попытка ввести запрет на обращение за убежищем». Тесс Хелгрен, юрист Инновационной правовой лаборатории, организации, которая тоже выступила в качестве истца в этом судебном деле, объясняет, если суд не заблокирует этот закон, большинство мигрантов, которые прибывают к южной границе США, получат отказ. Сегодня они обратились с иском в суд. «В иске, который мы подали вместе с другими организациями, мы перечисляем много причин, по которым новое правило незаконно. Во-первых, подписав Конвенцию о статусе беженцев 1951 года, страны согласились защищать людей и семьи, которые бегут от преследований. Более того, в 1980 году в США был принят ряд законов, согласно которым наша страна обязалась защищать эту группу людей. Администрация Трампа пытается игнорировать эти меры и просто лишить людей, которые прибывают на нашу южную границу в поисках безопасности, их право на международную защиту. Если ты пересек другую страну, согласно законам США, это вовсе не лишает тебя права на получение убежища в США, за исключением, если есть двусторонние и многосторонние соглашения с другими странами, что они в состоянии предоставить этим людям убежище. Подобного соглашения, как мы знаем, нет». Жестокое правило, которое ставит под угрозу самых уязвимых. Именно так ООН описала эту меру. Представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Элизабет Троссел подчеркнула, то, что страны, через которые мигранты добираются до США, подписали конвенцию о статусе беженцев, не означает, что они могут предоставить безопасное убежище тем, кто бежит от преследований. «Эта временная мера чрезмерно ограничивает право людей на убежище. Мы считаем, что она ставит под угрозу международное право на защиту от принудительного возвращения в страну, откуда люди бежали. Теперь им придется доказывать свое право на получение убежища дольше и сложнее, что опять же нарушает международные правовые стандарты». Новые иммиграционные законы и судебные иски. Все это происходит на фоне критики администрации Трампа. Итак, друзья, я готов прокомментировать ситуацию в Мексике. Рад, что моя информация иногда бывает полезна. Да, мы много времени проводим в этой стране, на границе четырех штатов. Знаем, наверное, лучше, чем другие, что там происходит, как работают или не работают указы, спущенные с администрации президента Соединенных Штатов Америки. 16 июля вступил в законную силу очередной указ, связанный с подачей на убежище в Мексике для граждан, прибывших с третьих стран. В этом указе президент США предлагает подавать на убежище в США только после того, как вы подали на убежище в Мексике. То есть, этим указом президент фактически сделал Мексику третьей безопасной страной. Однако, что я вижу, нигде не упоминалось о СНГ страны бывшего Советского Союза, лишь тем более Россия. Речь шла о гражданах Южной Америки, Юго-Северной Америки, Гватемалы и так далее. То есть, наши страны не упоминались. Я так думаю, что для того, чтобы мы могли подавать в Мексике на убежище, для нас эта страна должна быть третьей безопасной страной. Но вот тогда возникает вопрос, есть ли между, допустим, Россией и Мексикой соглашение об экстрадиции? Или между Кыргызстаном и Мексикой? Это важно, потому что если вас принуждают подать на убежище в Мексике и вас экстрадируют в родную страну, то это прямое нарушение ваших прав. С этим нужно разобраться. Насколько я знаю и находил в гугле, что были случаи, когда граждане Российской Федерации экстрадировали из Мексики. Если это происходит, то эта страна для нас не подходит. Это первое. Второе. Суд штата Калифорния, Сан-Франциско, обратилась очень серьезная, это очень крутая правозащитная организация, Союз по защите гражданских прав США. Она возникла в 1920 году, и вы знаете, что внести поправки в Конституцию США вообще нереально. Но эта организация в своей практике имеет опыт, когда по их инициативе эта поправка была внесена. Если вам это интересно, можете спокойно загуглить и найти в Википедии, как это все происходило. Кстати, эта же организация, в которой более 500 тысяч членов, в которой огромный штат юристов и просто колоссальные бюджеты, офисы, более 50 офисов по всей Америке, отменила распоряжение Трампа в прошлом году, связанное с разделением детей. Это именно они, да, это именно они отменили распоряжение Трампа, также подавали в суд штата Калифорния. То есть это говорит о том, что права людей защищаются, что Америка действительно демократическая страна, и указ президента – это не последняя инстанция, ну, в том числе и администрация президента. В отличие от других стран, не буду говорить каких. Так что мы ждем перемен, мы ждем, когда этот указ отменят, потому что там реальные расхождения. Мексика даже для США не может являться третьей безопасной страной. Между Мексикой и США соглашения не подписаны. Мексика уже неоднократно говорила о том, что они не поддерживают инициативу Трампа. У Мексики просто нет столько денег, чтобы содержать беженцев, чтобы обеспечивать их жильем, рабочими местами и так далее. Кто был в Мексике, знает, что эта страна, она не очень-то и богатая, я бы сказал. Есть места, где люди вообще живут за грани нищеты. То есть Мексика, она не в состоянии принять, у них не отработан механизм, у них нет инструментов приема беженцев. Плюс Соединенные Штаты имеют подобное соглашение только с Канадой. В Мексике никаких соглашений не заключалось. А это прямое нарушение закона США об эмиграции, гражданстве и конституции. Об этом говорят правозащитники. Кстати, на это обратили внимание комитет по правам беженцев при ООН. Они об этом говорят. Крупные правозащитники говорят. И кроме той организации, о которой я говорил, также обратилось еще несколько крупных, таких же крупных организаций в суд по вопросу отмены указа президента США. Так что ждем перемен. Что касается вас, если вы запланировали подавать на убежище в Мексике, я вам рекомендую очень настойчиво въехать в эту страну. Потому что когда указ отменят, опять же будут перекрываться границы в аэропортах. Это будет Мейхко-Сити и Конконг. Сейчас пока внимание перенаправлено на этот указ, очень рекомендую вам ехать в Мексику. У вас будет 180 дней для того, чтобы там побыть и посмотреть, как будут развиваться события. Вернуться всегда можно. Я не знаю, как там у других. У нас информация обновленная. Мы получаем свежие данные с границы каждый день, созваниваемся с нашими партнерами-представителями. Вот сегодня я общался с нашим другом в Тихуану. Он говорил, какая там ситуация. До этого мне предоставляли информацию из Ногалес и так далее. Эта информация закрыта. Естественно, здесь о ней мы говорить не будем. Это данные, которые можно спокойно использовать. Кто-то продает эти данные, кто-то делает в кавычках шокирующие новости. Многие блогеры добавляют там свои картинки и цитируют от себя, хотя прямых связей с Мексикой у них нет. Я думаю, что вообще ни у кого, кроме нас, этого нет. И мы эту информацию, к сожалению, вам не дадим. Это для закрытого использования. Но одно вам скажу. Опять же, друзья, въезжайте в Мексику. Это главное. И дальше уже на месте будете понимать, куда ехать и как подавать. Всем спасибо. Пока.